Это как макограничный материал. То, о чем мы говорили, производят вот две фирмы, парки и чес. Это когда ламинированная садеет плита, вот эта вот плита, из которой делают ламинат. У нее какие плюсы? То, что она очень жесткая, она за счет этого не проминается, и можно на ней ходить на каблуках, и никаких проблем не будет. И плюс, в силу того, что это все-таки не совсем натуральный материал, это материал искусственный, переработка в продуктах древесины, он более стабилен по своей деменции. Там нет такого, чтобы тут вот разбухло или что-то там случилось. Ну, как ламинат. А сверху на него приклеен шпон натурального дерева. Понимаете, производители пытались совместить достоинства ламината, это жесткость, стабильность конструкции и достоинство натурального покрытия, неповторимость рисунка, отсутствие статики, отсутствие вот этой неприятной, нервной, вот этой губикости, холодности. А как это называется человек? Вот так это называется инженерная доска. Это тоже инженерная доска. Наиболее популярной здесь является два производителя. Это бельгийская фирма. Парки и чес. И чес. Вот они выпускают этот ламинат. И вы знаете, у нас был интересный случай, когда мы на кортедж, поскольку заказчик уже был выполнен теплый плод, его заполненные методы, мы на кортедж положили именно вот эту вот доску. Чес. Замечательно лежит. На теплых полах замечательно лежит. Ну и естественно, конечно, заказчика предупредили, что в любой ситуации теплые полы являются просто как зона комфорта, работают для создания зоны комфорта. Они не работают как основной источник тепла. Просто как зона комфорта. Поскольку это кортедж, это первый этаж, естественно, с подвала тянет холод, с подвала некомфортно. Будет холодно, бетонная плита все равно. Холод насасывается, воду насасывается. То здесь теплый пол, он просто отсекает этот холод, который присутствует в бетонной плите. И дает ощущение тепла. То есть вот такая артистка, что все интересное.